Уважаемый сэр Чакробарти, мы очень рады снова встретиться с вами. Благодарю вас за эту возможность продолжить обсуждение тех важных процессов, происходящих в Казахстане, с которыми напрямую связана ваша работа. В этом году мы празднуем 30-летие независимости нашей республики. За эти годы произошло немало изменений, и все же процесс реформирования целого ряда сфер продолжается. На ваш взгляд, в каких именно реформах Казахстан нуждается в первую очередь? Большое спасибо. Я рад снова побеседовать с вами. Эти 30 лет независимости показали, как формирующийся рынок приобретает и сохраняет свою независимость. Исключительное лидерство Ельбасен на протяжении этого времени создало новую процветающую страну. Казахстан за этот период добился чрезвычайных успехов. Были привлечены существенные инвестиции, проведено большое количество реформ. В результате Казахстан сегодня — это страна с уровнем дохода выше среднего. По-прежнему важным остается следование стратегии до 2050 года. И, как было заявлено президентом Токаевым, необходимо продвигать реформы, направленные на достижение этих долгосрочных целей. Приоритетными из них, на мой взгляд, являются реформы в области нефтяной и газовой экономики. Безусловно, она стала фундаментом успеха, но при этом она должна диверсифицироваться. На это есть несколько причин. Во-первых, заканчивается сырьевой суперцикл. Во-вторых, инвестиции в нефть и газ становятся все более дорогостоящими. В-третьих, мы верим, что зеленая экономика в Казахстане будет развиваться гораздо более активно. Мы должны инвестировать и в другие перспективные секторы — сельское хозяйство, туризм и так далее. Все эти реформы приведут и к сокращению углеродного следа и вредных выбросов. Президент Укаев заявил, что необходимо достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и мы должны разработать соответствующий план. Кроме того, диверсифицировать экономическую составляющую нужно и в других отраслях. Мы затронули тему стратегии «Казахстан-2050». Это программа долгосрочного планирования. Учитывая факт того, что в мире происходит много изменений, и происходят они достаточно быстро, как вы можете оценить актуальность этой стратегии. Я думаю, как долгосрочная стратегия, она очень актуальна. В ней тоже говорится о той же диверсификации, пусть и другими словами. На мой взгляд, это правильное ведение долгосрочного будущего. Но в то же время это дальний горизонт. До 2050 года почти 30 лет. За это время мы должны преобразовать и экономику, и общество во многих отношениях. Для более результативной работы нам следует мыслить и планировать действия и реформы в рамках пятилетних циклов. И мы уже разработали национальный план развития до 2025 года. Во прошествии этого времени мы будем разрабатывать планы на следующий пятилетний цикл. И каждый из этих последующих планов будет создаваться на основе анализа предыдущих. Ежегодно мы должны пересматривать пятилетние планы и анализировать, какие из запланированных мер и реформ действительно работают, а какие нет. И те выводы, которые мы получим, будут основой для корректировки дальнейших действий. Ну и, конечно, мы должны быть честными с общественностью, отмечать, что хорошо, что работает, а что могло бы работать еще лучше. Что, на ваш взгляд, нужно для ускорения реформы и что мешает полному и быстрому их внедрению? Хороший вопрос. Этот вопрос можно разделить на две части. Во-первых, важно то, как принимаются решения о реформах. В этом задействован, как вы знаете, Высший совет по реформам при президенте Казахстана, в котором председательствует президент Укаев, а его заместителями являемся мы с господином премьер-министром. Эта связка обеспечивает совместное принятие решений высшими управленцами и коллективное обсуждение направлений реформ и их деталей. Кроме того, новое агентство по стратегическому планированию и реформам под руководством Кайрата Килимбетова, так скажем, сводит воедино новые реформаторские идеи. И оно с этой обязанностью справляется. Мы уже провели шесть важных встреч, на которых были приняты серьезные решения. На прошлой неделе мы сосредоточились в национальных проектах. На моей дорожной карте, которая теперь распространяется, в том числе и на правительство. Многие важные решения удалось принять и начать внедрение реформ намного быстрее, чем это было раньше. Ускориться удалось как раз-таки за счет того, что сам процесс стал более согласованным, благодаря налаживанию связей через то же самое агентство и правительство. То есть, как вы понимаете, скорость реформирования во многом зависит от налаживания коммуникаций и по-настоящему командной работы. Что же касается препятствий на пути к успешному реформированию, то тут нужно признать, что Казахстан, как и многие развивающиеся рынки, всегда отличался качественным стратегическим планированием. Но в то же время были проблемы с реализацией этих планов. Поэтому улучшать нам необходимо именно реализацию. То есть, когда Высший Совет и президент Токаев принимают решение, то оно должно быть выполнено и реализовано не только по букве, но также и по духу. Каждое учреждение, которое затрагивают эти реформы, каждый государственный орган должен понимать, что успешная реализация той или иной реформы и есть показатель его успеха. Каждый казахстанец должен почувствовать изменение своей жизни благодаря принятым реформам. А для этого должно быть больше внутренней ответственности и государства, и органов, да, и граждан тоже. Если государство берет на себя ответственность за качественное выполнение поставленных перед ними задач по улучшению жизни граждан, то граждане берут на себя ответственность, становясь небезразличными к происходящему вокруг. Тогда никто не останется без внимания. Мы заговорили о Вашей работе в Совете в связи с этим вопрос. Как Вы оцениваете собственный опыт работы в статусе советника главы государства по экономическому развитию и заместителя председателя Высшего Совета по реформам? Я считаю, что здесь произошел действительно важный сдвиг. Хотя Казахстан всегда был открыт для зарубежных специалистов, что и стало одной из причин успеха Вашей страны. Все же в Центре принятия решений правительственным аппаратом иностранных специалистов раньше не включали. Это изменение показывает не только уверенность президента Токаева во мне как в эксперте, но и уверенность в самом Казахстане в открытости его системы. Мы вместе с Высшим Советом по реформам уже проделали большую работу. Как Вы знаете, я руковожу одной из рабочих групп при Высшем Совете по реформам, которая занимается улучшением эффективности макроэкономической политики. В этой работе участвуют не только правительства, Министерство финансов и Министерство национальной экономики, но и Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Каждый из участников, которых я перечислил, независим, но не изолирован. Вот что важно – суметь наладить взаимодействие. И работа, проведенная группой, которую я возглавляю, позволила активизировать диалог между этими участниками, а также бизнесом. Мы привлекли к работе и Национальную палату предпринимателей от Амикен. То есть теперь мы все вместе обсуждаем возникающие проблемы. И с одной стороны, каждый из участников остается независимым, а с другой – он получает уже более широкий фидбэк, а значит, может совершенствовать свою работу. Я думаю, это очень большие подвижки. На последнем заседании, как вы отметили, Совет обсуждал национальные проекты. Расскажите о том, на чем они будут сфокусированы и в чем их отличие от прежних государственных программ. Мы действительно обсуждали тему национальных проектов на Высшем Совете по реформам неделю назад. И было решено, что мы должны работать над десятью национальными проектами. Зачем нужны национальные проекты, если есть госпрограммы? Я считаю, что это две совершенно разные идеи. Старые госпрограммы в том виде, в каком они были, на мой взгляд, слишком советские. Они сосредоточены на вводных параметрах, а не на результате улучшения здравоохранения, образования и так далее. А ведь это то, что влияет на повседневную жизнь. В сентябре прошлого года президент заявил, что хочет, чтобы государство сосредоточило внимание на результатах, которые важны для людей, а не на вещах, имеющие значение для государства. И десять национальных проектов будут сосредоточены именно на улучшении качества жизни казахстанцев. Эти проекты будут иметь приоритетное бюджетное финансирование. Но, кроме того, мы намерены привлекать и частные инвестиции для их реализации. Я думаю, со временем вы сами заметите, что национальные проекты — это совершенно другая форма работы по сравнению с государственными программами. И последний вопрос. Вы — советник президента по экономическому развитию, заместитель председателя Высшего совета по реформам и в то же время вы являетесь членом совета по управлению МФЦА. Как иностранные эксперты оценивают работу центра и можно ли назвать центр каналом эффективных коммуникаций с внешним миром? Международный финансовый центр «Астана» — жемчужина в короне Казахстана. Это детище первого президента, созданное в 2015 году. Господин Токаев оказывает ему полную поддержку с первых дней своего президентства. Многие иностранцы, работающие в сфере инвестиций или финансов, знают об этом центре. И хотя МФЦА официально работает только три года, 18 месяцев из которых пандемия, этот центр в сравнении со многими другими международными финансовыми центрами достиг поразительного успеха. Об этом говорит статистика. К примеру, сейчас в МФЦА зарегистрированы 800 компаний. Около 300 из них присоединились в прошлом году. МФЦА уже можно сравнить с Катарским международным финансовым центром, в котором сейчас зарегистрировано 900 компаний, всего на сотню больше. И это при том, что он работает уже на протяжении 16 лет. И еще одним большим успехом является создание независимой юрисдикции с собственным законодательством. На принципах английского общего права здесь, в суде МФЦА и Международном арбитражном центре. Опять же, если вы посмотрите на количество дел, то увидите, что 100% всех судебных актов были исполнены. Это выдающаяся история успеха. И тем не менее, поле для работы большое. Я считаю, что нам нужно лучше работать внутри Казахстана, чтобы привлекать здешние компании, чтобы получить больше поддержки со стороны других элементов государственной системы. Кроме того, мы будем продолжать расширять международное присутствие в МФЦА. И не только в рамках финансового сообщества. Нам хочется, чтобы МФЦА стал известен еще больше и в других странах. Потому что мы так привлечем новых инвесторов в Казахстан. Это привнесет в страну самые высокие международные стандарты.